МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Проверка знаний и устойчивости психики. Как подготовиться к сдаче ЕГЭ. Читаем про себя. В Молодежном библиотечном информационном центре прошел Букслэм. Малышады-2023. Саровчане-победители областных соревнований среди детских садов. Далее расскажем во всем подробно. Тревога, стресс, бессонница, нагнетание обстановки дома и в школе. Единый госэкзамен проверяет не только знания учеников, но и их нервную систему. Как поддержать школьника во время экзамена? Совет психолога в нашем репортаже. Владимир Луковкин в этом году заканчивает школу. Сдавать ЕГЭ молодой человек будет по четырем предметам. Обязательный русский язык, профильную математику, биологию и химию. Готовиться к экзамену Владимир начал еще осенью. Помимо уроков, большую часть времени школьник проводит за просмотром онлайн-курсов и тематических сборников ЕГЭ решением задач. Больше всего волнению Владимира вызывает биология. По биологии там прям есть очень сложные задания. Вообще биология считается самым сложным ЕГЭ, что средний балл самый маленький, на который задают биологию. Благо у меня с биологией все хорошо, потому что я занимаюсь олимпиадной биологией и в принципе занимаюсь я из седьмого класса. По биологии действительно есть задания вне школьного уровня, такие, по которым нужны дополнительные знания. Как говорит Владимир, временное увлечение у него остается. Все годы он учился хорошо и сейчас в основном ему необходимо просто вспомнить, отточить знания. С ним согласен его одноклассник Даниил. Осознание того, что не за горами ЕГЭ, пришло к нему в начале 11 класса. И тогда началась горячая пора. Выбор вуза, направление подготовки и предметов для сдачи. Ну естественно, все-таки я советую пораньше задумываться о том, куда вы пойдете и так далее. То есть некоторые мои одноклассники, они уже два года как выбрали свое ЕГЭ и готовятся к нему. Ну я думаю, что их подготовка будет успешнее и продуктивнее, чем у меня. Сдавать Даниилу придется пять предметов. Помимо базовой математики и русского языка, юноша выбрал литературу, историю и общество знания. Последние два предмета особого волнения у него не вызывают. По ним всегда были пятерки. Много читал вне школьной программы. Базовая математика с точки зрения Даниила тоже довольно легкий предмет. Безусловно, это всегда есть волнение, всегда есть переживание. Но просто вы должны понять, что чем лучше вы подготовитесь, тем лучше вы напишите. И поэтому, чем волноваться, лучше просто сидеть и готовиться к ЕГЭ. Потому что если оценивать именно сам ЕГЭ как экзамен, то есть как сам текст задания и так далее, он достаточно простой. То есть если ты учишь, если ты готовишься, там все легко. Это сама процедура, возможно, вызывает волнение. Но это уже вопрос не к нам. Присутствие волнения перед экзаменом – это хорошо, говорят психологи. Но нужно оценивать степень этого волнения. Чрезмерное напряжение, паника или, наоборот, равнодушие – повод задуматься о том, чтобы обратиться к специалисту и помочь ребенку. Дети могут перестать хорошо питаться. Некоторые дети не выходят даже на улицу подышать свежим воздухом. У них тотальная учеба, освоение материалов. И перегруз идет в связи с этим. Могут на пробных показывать не очень хорошие высокие результаты, несмотря на то, что очень много готовятся. Но, к сожалению, так тоже бывает. И есть дети, которые могут планировать их тип мышления, нервные системы, позволяют разумно организовать в свое время и пространство. И они спокойно осваивают материал по программе. И плюс подготовка к экзаменам идет. То есть, ну, хорошо, что такие дети есть. Их тоже достаточно много. Нередко и на самом экзамене ребенок получает не тот результат, который планировал. Важно заранее проговорить с ним все варианты. Скажите своему выпускнику, что жизнь на одном ЕГЭ не заканчивается. Вы будете любить его в любой ситуации. С 15 апреля стартует приемная кампания в пятой классе обоих лицеев и гимназии. Всем желающим поступить в статусные школы нужно будет пройти индивидуальный отбор, сдать вступительные испытания и предоставить портфолио. Также дополнительные баллы даст итоговая оценка за четвертый класс. Подробности далее. В этом году впервые оба саровских лицея и гимназии будут заново набирать детей в пятой классе. Напомним, четыре года назад эти образовательные организации прекратили прием детей в первой классе, и малыши, живущие на закрепленных за этими школами территориях, пошли в центры образования. Поступить в пятой классы лицеев и гимназии могут попробовать все четвероклассники Сарова, независимо от места прописки. Главное – пройти индивидуальный отбор. Это наш первый год, это наш год, когда мы апробируем нашу систему. Могу сказать, что, безусловно, что мы не лидеры в этой области, и что большинство крупных городов давным-давно перешло на эту систему. А самое главное, что вы должны понять, что ребенок тянет и справляется с той нагрузкой, которая дается ему и будет даваться при достаточно высоком темпе и при достаточно высокой проходимости материала. Приемная кампания в лицеи и гимназию стартует 15 апреля. До 22 апреля включительно эти школы будут принимать заявления от родителей четвероклассников. Каждая образовательная организация принимает свой пакет документов. В этом году лицея 15 набирает три класса, третье лицея и вторая гимназия – по два класса. В каждом классе в каждой из этих школ будут учиться по 25 детей, не больше. Уже в 20-х числах апреля начнутся вступительные испытания. Гимназия 2 проводит два вступительных испытания. Это комплексная работа, которая включает в себя и русский, и математику одновременно. Соответственно, мы понимаем, что объем русского языка и математики включен в меньшем объеме, чем он будет включен в отдельных вступительных испытаниях в лицеи 3 и в лицеи 15. Почему? Вы можете догадаться, что основной предмет, который необходим для поступления в гимназию – это английский язык. В лицее школьники должны будут сдавать отдельно математику и русский язык. Математику проверяют на более высоком уровне. Работы, которые дети будут писать при поступлении в эти школы, разные. Критерии начисления оценок тоже разные. Распределение баллов, чтобы вы имели представление. Английский – 25 баллов, комплексная работа – 25 баллов. Математика и русский как распределяется в лицеи номер 3 и в лицеи номер 15. 15 баллов за русский язык и 35, так как это базовый углубленный предмет, 35 баллов. Даты вступительных испытаний в каждую школу есть на сайте образовательных организаций. Для детей, которые пропустили испытания по болезни, предусмотрены резервные сроки, но при этом обязательно будут требовать наличия медицинской справки. Также при индивидуальном отборе будут учитывать итоговую оценку за четвертый класс. В лицеях по математике, в гимназии по английскому. Пятерка дает 5 баллов, четверка соответственно 4. Дополнительные баллы может дать и портфолио. Победы и призовые места в школьном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников вы писали в этом году по математике и русскому языку. Итак, соответственно, если вы имеете диплом победителя, у вас 2 балла. Если имеете диплом призера, то 1 балл. Следующий большой блок – это участие в олимпиадах и конкурсах из перечня Министерства просвещения и Министерства оборонауки Российской Федерации. Можно предоставить и дипломы за Олимпиады и конкурсы не из перечня, но не награды за онлайн-олимпиады или платные конкурсы. Они в расчет не идут. Дополнительный балл даст ребенку диплом призера или победителя в спортивном или творческом соревновании. Но нести всю папку грамот не надо, достаточно одного документа. Вся подробная информация о поступлении в лицее и гимназию есть на сайте Департамента образования и этих образовательных организаций. В Арзамасе открылся региональный сосудистый центр. Специалисты уже привели первую селективную коронарографию. Ранее такие операции делали только в Нижнем Новгороде. Современное оборудование сосудистый центр закупили за 138 миллионов рублей. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что благодаря появлению центра в Арзамасе перестроится работа всех медорганизаций области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Стартовала кампания по организации временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в каникулы. Кураторы направления – Центр занятости населения и Молодежная бежит труда Молодежного центра. Предприниматели города приглашают присоединиться к проекту. Сороу много детей, заинтересованных в поиске работы, которые могут оказаться полезными для организаций. Подробную информацию можно получить по телефону 98454 и 98470. Восемь человек погибло на водоемах области с начала года. Всего на воде зарегистрировано 18 происшествий. Последнее ЧП произошло накануне. В пруду в Первомайске утонул мужчина. Его тело извлекли из водоема сотрудники полиции. Обстоятельства гибели устанавливают. МЧС России напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности вблизи водоемов. В частности, ни в коем случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Существенное похолодание идет в Нижегородской области. В нашем направлении движется циклон со стороны Скандинавии, рассказал начальник отдела метеопрогнозов Верхневолжского гидрометцентра Ольга Макеева. Циклон принесет более холодную воздушную массу, поэтому в отдельной ночи будет холодать до минус 6 градусов. Творческий тандем Андрея Жволевского и Евгении Пастернак хорошо знаком читающим подросткам. Писатели, как лакмусовая бумага, реагируют на совсем не детские проблемы в детской среде. Пишут увлекательно и честно. Их книга «Охота на Василиска» была в центре внимания на проекте «Читаем про себя» молодежного библиотечно-информационного центра. Смотрела на лица остальных одноклассников, сосредоточенные и растерянные. Нет, не растерянные, а как это слово? Ошарашенные. Для выразительного чтения команда «Бест из Раша» и школа номер 14 выбрала один из самых эмоциональных отрывков повести «Жволевского и Пастернак. Охота на Василиска. Похороны школьницы, которая погибла после употребления спайса». В молодежном букслэме «Читаем про себя» участвовали три команды из школы 14 и 2-й гимназии. Артистичное чтение произведения – один из этапов в конкурсе на лучшую рекламную кампанию подростковой книги. В центре одна книга, которую выбирали мы, библиотекари. Выбирали мы очень долго, скрупулезно. И хотели выбрать такие острые, злободневные романы-вызовы для молодежи у нас, я считаю, получилось. В центре внимания эта книга, и ребята, прочитав ее, должны прорекламировать ее перед жюри и публикой. В первом конкурсном задании «Место для вашей рекламы» команды представили свои идеи рекламного видеоролика книги «Охота на Василиска». После чтения отрывков командам предстоял следующий этап – вопрос ребром. Это так называемый интерактивный мост между командами, когда соперники задавали друг другу вопросы и вызовы по произведению. Ответить нужно было не только правильно, но и интересно, и нестандартно. По отзывам восьмиклассников, в повести Жувалевского и Пастернак, посвященную потреблению наркотических веществ, им не хватило более жесткого подхода. Это произведение, я считаю, актуальное для сегодняшнего дня, так как очень зачастились случаи, когда несовершеннолетние подростки начинают курить всякие наркотики и другие никотиновые вещества. Мне не понравился стиль написания Жувалкова и Пастернака. И, ну, во-первых, было в более мягкой форме, а нужно немножечко по-другому говорить о таких вещах. Я бы, да, сделала чуть в более жесткой форме, потому что тоже, ну, как бы развлекательно это будет не очень. Да, также я соглашусь с Сашей, лучше поставить возрастное ограничение чуть меньше, чтобы также читатели могли уже с раннего возраста понимать, что и как будет дальше в жизни. И также, ну, как бы не употребляли, как бы, наркотики. Мероприятие в формате «Букслэма» «Молодежный библиотечный информационный центр» проводит второй год. Несколько раз «Читаем про себя» проходил в стенах школы. Знакомство с современной подростковой прозой открыли произведением зарубежной писательницы Катарины Киери «Никто не спит». Главная цель – привлечь внимание молодежи к современной, опять-таки, повторюсь, молодежной прозе, ну, или подростковой прозе. Главное, чтобы в центре ее внимания был, в центре ее сюжета был молодой герой, юный герой. То есть ребята, образно говоря, читают про самих себя. Это всегда интересно, потому что молодой герой, он интересен, он притягателен, его поступки бывают непредсказуемые. По итогам конкурса члены жюри определили лучшую пиар-команду. Следующий «Букслэм» «Читаем про себя» состоится осенью. Юные спортсмены команды «Саровчата» детского сада номер 30 победили на 16-м спортивном фестивале детских садов «Малышада» среди южных районов Нижегородской области. Соревнования проходили в Первомайске. В них принимали участие 11 команд. Им предстояло пройти три этапа. Подробности далее. Межгалактические путешествия, новые планеты и новые открытия. Фрагмент странствий космических роботов из России в танце раскрыли воспитанники 30-го детского сада. Танец – финальный этап фестиваля детских садов «Малышиада» среди южных районов Нижегородской области, который проходил в Первомайске. Своим номером ребята покорили жюри, набрав максимальное количество баллов. Мы сначала танцевали без костюмов, танцевали в футболке и в шортах, а потом, когда последняя репетиция была, мы танцевали с вот этими веревочками и еще в костюме вот в этом. Один из участников номера заболел, и его заменил Арсений Данченко. Чтобы разучить движение, у мальчика было всего два дня. С этой задачей он справился отлично. Я был собранный, я не хотел, чтобы из-за меня наша команда проиграла. И я еще очень быстро все запоминаю. Мне понравился танец. Для меня было сложное движение точно вот так вот сделать. Два других этапа фестиваля были спортивными. Первый – эстафета. Ребятам предстояло пробежать полосу препятствий, преодолеть змейку и переправу. Самые сильные, ловкие и выносливые показали себя на этапе выполнения норм ГТО. По итогам всех туров команда «Саровчата» взяла золото фестиваля. В «Малышиаде» 30-й детсад участвует в четвертый раз. В 2019 году они стали серебряными призерами. Первое место получили в 2021 году. В прошлом снова серебро, а в этом опять подняли планку. Особенно хочется поблагодарить наших специалистов, которые подготовили наших детей к этим соревнованиям. И они были настроены очень положительно и позитивно. Это наш музыкальный руководитель Барышева Елена Сергеевна, ответственный за подготовку танца аэробики, и Черкесов Игорь Анатольевич, который был ответственен за подготовку детей к эстафетам и сдачей норм ГТО. В торжественной обстановке Ольга Кулагина вручила победителям фестиваля «Медали и грамоты». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА